Современные световые технологии, клубная музыка и русский рэп. И все это со сцены Академического театра. Такого в Крыму еще не было. Современное прочтение романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Мы с вами приглашены на премьерный спектакль с одноименным названием. Произведение действительно написано больше ста лет назад. В чем его актуальность сегодня? Почему вы решили взять именно этот роман для постановки? Пока мы работали, я попросил актеров приносить из интернета или из телевизионных каких-то сюжетов сюжеты, где речь идет о детской агрессивности. Спектакль весь о манипулировании. То есть, когда человек незрелый, необразованный, или человек еще не созревший, недосиженный, как называет Степан Трофимович, он легко поддается на влияние манипуляторов. Убиваются в стае, и там, допустим, чтобы испытать ощущения, убивают пенсионера, или там издеваются над инвалидом, или издеваются над каким-то одноклассником своим. Это, ну, просто как эпидемия какая-то. Тема терроризма, опять-таки, да, тоже? Тема терроризма, ну, вот это все, что касается истории, там все время в романе «Бесы» говорится об игривеньких идейках, когда для молодежи, которая податлива на все новое, да, когда говорят, что кто у нас самый недовольный? Конечно же, молодежь, они всегда всем недовольны. Они нигилисты по своей природе, по своей сути. И им кажется, что если они разрушат, то они на этом разрушенном смогут построить какой-то свой мир чистый, не фальшивый, настоящий. Но весь опыт революции подсказывает нам, что ничего из разрушений не созидается. Я прибежал только в воскресное встречу намекнуть. На заседание кружка пригласить. Ну, сгодно выслушать. Верховенский, вы бездарность. И деки ваши игривенькие, так же глупые бездарность. Я не хочу принимать никакого участия в ваших кружках во всех ваших революциях. Оставьте. Расскажите, как вам, как ваши впечатления? Вообще, читали ли вы роман «Самбесы»? Вот я, если честно, не читала. Я иногда люблю ходить на постановки, а потом читать произведения. Для меня это бывает интереснее. Мне очень понравилось, что они внедрили в спектакль рэп. Это действительно было органично. Режиссер, таким образом, хотел достучаться до вашего поколения, в том числе. Поэтому вы узнали своих сверстников в этой постановке? Да. Очень часто узнавали. Это, мне кажется, это очень хороший шаг. Внедрять современное в спектакль, потому что нужно современное поколение привлекать к театру. Нужно, чтобы интересовались и ходили, потому что это очень развивает человека. У тебя очень серьезная роль в этой постановке. Расскажи, пожалуйста, сложно ли тебе было, наряду с профессиональными такими уже актерами, маститами, исполнять? Ну, роль-то сама не сложная. Страшная сама история. Так я тут выполняю обычные проходки, казалось бы. Но, безусловно, я это все проживаю через себя. Сложно психологически. Да, сложно психологически. И очень трудно стоять в этом подвале, бояться. Я постоянно волнуюсь перед выходом на сцену. Роль очень интересная, правильно сложная психологически. Но для меня это большой опыт все это через себя прожить. Казалось бы, слов нет, но я даже сама себе доказываю, что даже если ты молчишь на сцене, это не значит, что ты не проживаешь это через себя. После того, как стихли все овации, цветы врученные, актеры расходятся по гримеркам, ну, а мы за ними. Добрый вечер. Ой, можно к вам, пожалуйста? Все одеты, все нормально, все прилично. Пуанты сняли уже, я смотрю, девушки, да? Сколько времени вам понадобилось для того, чтобы так профессионально стать на пуанты? Два месяца. Два месяца. Это очень мало. Это безумно мало. Это совсем мало. Вы единственная актриса, которая вообще их не снимает от начала и до конца спектакля. Что самое сложное? Ноги болят у вас? Ну, болит колено, потому что тяжело вставать с колена, получается. Обычно на пуанты становится с прыжка. А мне надо именно ходить как шаг делать. Поэтому болит колено, чтобы постоянно выпрямлять и становиться на полную стопу. Вот на что готовы актрисы ради успешной роли. Спасибо. Вам, Мария, тоже вы танцевали, вы держались, ну, просто наравне с профессиональными балеринами. А что было самым сложным? Ну, вот самое сложное это и было, собственно. Потому что задача поставлена совсем нам не свойственная. И, если честно, лично я очень скептически изначально отнеслась к этому. Помню, что у меня были такие очень серьезные срывы, прям эмоциональные. Я приходила к Григорию Алексеевичу, говорила, я не могу, я не девочка 19 лет. Нужно просто как бы выйти из зоны комфорта. Мы постарались выйти, конечно, мучительно. Мучительно. Ноги болят очень. Ну, вам не привыкать выходить из зоны комфорта, потому что вы в качестве роли Маргариты уже летали под крышей буквально Луначарского театра на конструкции. Да, на кольце, да, на воздушном. Но дело в том, что я, если честно, вот думала, что на этом все от меня и закончатся в моей профессиональной карьере все спецэффекты. А тут вот буквально чуть-чуть, и Григорий Алексеевич большой озорник и выдумщик. Мы уже боимся, что будет дальше, потому что... Но с другой стороны, конечно, два месяца слез, два месяца муки, два месяца боли, два месяца преодоления. Вот прям без ложной скромности, да. Но вот когда ты понимаешь, что вот такой результат, и что ты все-таки это сделал, пусть с погрешностями, конечно, но ты это сделал. И это людям нравится, и это людей как-то немножко как-то взбудораживает, потому что как-то непонятно, как вот могут артистки за 35 все, и некоторые еще больше, да, вставать. Сейчас вам никто не поверил. Да, и слава богу, значит, хорошо держимся. И поэтому вот этот, конечно, результат, он дает такую мощную энергию внутри, что ты думаешь, ого, может и в космос полетим, если надо будет. Ваша роль, она буквально сопротивление, потому что до этого, мне кажется, у вас были в основном такие позитивные все-таки персонажи, да. Как вы справлялись с этой ролью, потому что она очень сложная и психологически, и физически. Тут, в принципе, все понятно. Задачи, они понятны, что нужно делать. Другое дело, что сопротивление внутреннее, потому что я вообще в жизни человек, я вообще ни с кем не конфликтую никогда. У меня в театре и за пределами театра ни с кем никаких разладов нет. По вашему герою этого не скажешь. Ну, это как-то страшно на самом деле, потому что чувствуется какая-то от зала энергетика такая к твоему персонажу. Немного становится страшно, что что-то кричат, такое, что как будто кто-то может встать, подойти, ударить, я не знаю. Ну, вот такое ощущается. Очень сильное сопротивление внутреннее. То есть вы, исполняя свою роль, немного даже побаиваетесь за свою жизнь? Мы не осознанно, ну, я не осознанно на это шел, что мы вроде как хирургов, что если есть реакция какая-то из зала, вот даже такая, это же реакция тоже. Это значит, что мы что-то там затрагиваем какие-то, что-то вскрываем. Именно что вскрывается, потому что спектакль поднимает, ну, очень важные темы. И это то, что есть, это современный мир, да, он таков, к сожалению. На виолончели было сложно научиться играть, потому что я знаю, что никто из вас до этого не владел инструментом. Нет, никто не владел. Ну, вот я про это и говорю, что это такой вызов, который вот я смогу. Я вот пальцы в кровь разобью, но смогу. У нас были у всех, уже зажили, но у всех были такие мозоли, как те, кто играют на инструментах, меня поймут, которые раскрываются все больше и больше, уже больно зажимать, но все равно мы репетировали, репетировали. Ну, это же интересно, это же здорово. Режиссер сказал, вам не просто нужно извлекать звуки, вам нужно полноценно исполнить музыкальное произведение, да, то есть вы не просто делали вид, что вы там со смычком что-то, какие-то манипуляции производите, вы полноценно научились играть. Да, это все вживую исполняется. Это очень круто. А что для вас было самым сложным в психологическом смысле? Наверное, взаимоотношения с отцом. То, что у меня сложные взаимоотношения личные с отцом были, и отца уже нет, и он ушел из жизни, ну, мне это тяжело внутренне передавалось. А тут надо было прям его растоптать, уничтожить. Это, да, все, в принципе, все, что касается этой роли, все как-то оно очень тяжело. Но вообще это не я. Ну, я хочу сказать, что как зритель, да, глядя эту постановку, ты в конце испытываешь на удивление какое-то чувство очищения, глядя на вот ваши эти мучения здесь на сцене. И мне кажется, это очень важная миссия, если как бы это пафосно не звучало, потому что спектакль сложный, но он заставляет посмотреть на себя и на свои поступки, на то, как мы живем. Поэтому в этом плане вам огромное спасибо за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!